Девушки отдыхают Больше денег не давали. Тогда я согласился участвовать в этом проекте бесплатно. Но меня уже не хотели брать. Пришлось унижаться, умолять, звонить. Только чтобы засветиться еще раз на телеэкране. Куда катится мир шоу-бизнеса. Когда мне предложили быть ведущим этой программы, я подумал, что вполне справлюсь один. Но вечером, когда я пришел домой и услышал у себя на автоответчике угрозы от Андрея Бочарова, я подумал, что мы сработаемся. Пожалуйста, кто-нибудь, позвоните в милицию. Я его боюсь. Море, солнце, небо. Всего этого не видишь, когда работаешь на телевидении. На кого рассчитана наша программа? Мне кажется, наша программа рассчитана на аудиторию, у которой постоянно работает телевизор, но потерялся пульт. Им лень бегать и переключать телевизор. современная, модная, бесшабашная, веселая, динамичная, длинноногая. Что? А, вы спрашиваете о программе. Я вам о своей жене просто сейчас рассказывал. А программа у нас глубокая. Когда мои родственники решили сдать меня в дом престарелых, я понял, что с амплуа бабушки надо завязывать. Да. Мне не нравится то отношение, которое сложилось у телезрителей к телеведущим. Не нравится. Скучно им и неинтересно, видите ли, да? Ну пусть идут в Третьяковку, может, там и впрямь веселее. У меня две мечты. Сыграть Гамлета и купить себе солнцезащитные очки за 400 евро. Цены растут. Вы знаете, на нашем телевидении не осталось философии. А если Гамлета сыграть в очках, это вообще будет вау! Экуменизм, катарсис, апокалипсис. Наша программа рассчитана на самую широкую публику. Разыгрывая веселые скетчи и сценки, мы в доступной форме расскажем нашим телезрителям об основах мироздания. Скетчи, пародии, репризы – это не к нам. У нас просто зарисовки из жизни. Когда я вижу себя по телевизору, мне на ум приходит только одно слово. Молодец. Наша программа могла бы называться «Занимательное мироздание» или «Философия в картинках». Тема нашей сегодняшней передачи очень проста. Демография. Здравствуйте! Проходите! Пожалуйста! Здравствуйте! Проходите! Здравствуйте! Проходите! Дорогие наши Коля и Оля! Вы думаете, что вы родили обычного нормального ребенка? А вот кукиш вам! Вы родили миллионного жителя нашего города! Мэр, губернатор, администрация в моем симпатичном лице поздравляют вас и дарят вам подарок! Как говорит Леонид Афанасьевич Якубович, подарок в студию! Роддом номер три дарит вам к вашему ребенку дополнительно еще двух! Как говорится, трое по цене одного не носили, не рожали, не мучились, не тошнились, а вот получайте! Это фантастика! Я думаю, что нас разыгрывают! А нет! Это теперь ваши дети, и они записаны на вас и будут носить вашу фамилию Бубенцовы! Это чудо какое-то! Мы когда узнали о программе «Роди миллионного ребенка», сразу же решили участвовать! Но мы до конца не верили, что это правда! А это правда! Теперь, когда у нас сразу трое детей, я смогу себе начать позволить копить на машину! А как распорядитесь новыми детьми? Один будет депутатом, второй – юристом, третий – воровать! Нет, нет, неправильно! Это мы раньше так думали, а сейчас третий в медицинский пойдет! А что, можем себе позволить? Вот так, дорогие друзья! Нашей стране нужны не только воры, но и врачи! Ура! Добрый день, дорогие друзья, зрители в студии и наши уважаемые телезрители! Тема нашего сегодняшнего выпуска... Какая тема? Я вообще волнуюсь уже! Да ладно, перестань! Кто пошел эти дурацкие костюмы? Что тебе не нравится? Отличные костюмы? Да что это за костюмы такие? Это, Андрей, костюмы сперматозоиды! Это да! Но это больше похоже на какую-то белую редиску! Сперматозоид ведь он какой? У него большая голова, тоненький хвост, а это что такое вот? Андрей, это мера условности! Наш умный зритель все поймет! Так, друзья, прекратите спор! Эти костюмы здесь для того, чтобы подчеркнуть нашу основную задачу и объяснить зрителям! Секс нужен для рождения ребенка, а не для удовольствия! Понятно? Вы вот простите, вот эту задачу я на себя не возьму! Объяснять взрослым людям, что пьянка с похмельем – это хорошо, это естественно! А пьянка без похмелья – это плохо, это разврат! Андрей, ты в последнее время все переводишь на пьянку! Пойми, секс без детей – это… Это не честно! Так, знает Павловна, Викентий Вениамин! Ну что ж, вот анализы ваши! Что ж нам показали анализы? Анализы у вас прекрасные! Больше никаких препятствий нет! И можете рожать ребеночка! Хочу сразу сказать, есть благоприятные дни, когда вы можете, так сказать, влиять на пол вашего младенца! Это, значит, завтра, послезавтра, третьего дня, ну и вот и на следующей недельке, пятница, суббота и воскресенье! И появится он у вас летом! В июне! Как в июне? Вы ничего не напутали там? Ну как, вот! В июне, пожалуйста, вот летом! Фрукты, понимаешь, шоущие, можно на дачу ребеночка вывезти, свежий воздух! В июне, да? Да идите вы оба! Оба идите вы! Вы идите, и ты идите оба! В июне, через 9 месяцев, чемпионат Европы по футболу! Вот! Да ты что? Да мы же с тобой этого 2 года ждали! А я этого 4 года ждал! Вот! Ах! 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 Привет, Иришка! Привет! Слушай, а что за праздник? Ты все забыл! Ты абсолютно все забыл! Сегодня 3 года, как мы с тобой поженились! 3 года! Боже мой, как время медленно ползет! Закрывай глаза, я тебе такой сюрприз приготовила! Ты сейчас умрешь! Ой, сейчас, подожди! Вот! Вот! Классно, да? Ира, тебя разве не учили в детстве, что так живых существ без предупреждения дарить нельзя? Я сюрпризы хотела тебе... Ну, я 9 месяцев прятала, схотела, ну, прудом, тихо сходила, родила, а я... Молодец! Чем вообще вы бабы думаете, а? Что с ним теперь делать? Хорошо, давай, вернем! Ир, куда мы его вернем, а? Вот интересное дело! Вернем! Слушай, ой, как от него детиной пахнет! Да ничем от него не пахнет! Ты чего? Маленький, мой хороший, Масечек! Да, Масечек, ага, давай еще в рот его поцелуй! А и на кровать к себе положи! А, он тебе там такую лужу надует! Ну, и надуем, скажи, пару раз, подумай, что здесь такого! Господи, да приучим мы его потом к унитазу! Ир, пока мы его будем приучивать, у нас вон весь паркет вздуется, и обои отклеются от сырости! Кошмар какой, я как представлю! А кто, кто с ним вообще ходить будет на скрипку, на шахматы, гулять? Я, я, я буду это делать! Я это буду делать! Сотни раз я слышал эти песни, понимаешь? Побалуешься недельку-другую, а потом прощай заботы, здравствуй, косметический салон! А Эдик, корми, Эдик, гуляй, Эдик, прививки делай от чумки! Да, да, да! А я слышала другие, только песни у нас распевались! У моего брата есть ребенок, а у меня нет ребенка! Завидуешь постоянно ему! Ну, правильно! Брат же брал уже воспитанным, подрощенным, для конкретной цели! За пивом ходить, по бабам, на рыбалку ездить! А я буду что с этим в городе делать? Я просто офигеваю просто! Хорошо, все, закрыли тему, я отдаю его своей маме! Ир, я, конечно, человек циничный, как ты говоришь, бессердечный, но не настолько, чтобы живое существо в когтистые лапки твоей мамы засунуть! Вообще, я вообще тебя не понимаю! Я вообще тебя не понимаю! Ладно, Ир, ну, перестань! Не трогай меня! Ну, не плачь! Ну, ну ты, во-первых, ты могла хотя бы со мной посоветоваться! Правда? Потому что мне, например, больше нравятся девочки! Они такие ласковые! Ну, и все-таки я больше люблю беленьких детей! А не вот мулатов, как этот! Слушай, а он ничего, такой симпатичный! Давай его Шакилу Нилом назовем, а? Нет! Да лучше Садаму Хусейну! Садаму Хусейну, отлично! Ух ты, мой, дядя, 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 дядя! Ух, чистый лаборатор! Служба доставки детей Айфст-1! Пятая смена приняла! Всем приятного полета! Ты играешь? Ну, я никогда не понимаю, как вы играете в это? Ну, вот, смотри, оба рыба уже! Слушай, ну ты ему не объяснишь все равно! Что ты ему рассказываешь? Рыба! Рыба! У меня он, видал? Вот она, дупаль пусто! Рыба! Ха-ха-ха! Вызов примите! Тверской бульвар, 14, строение 1! Ждут девочку, светленькую, русскую, 3-700-3-800! Повторяю, Тверской бульвар, 14, строение 1! Я не полечу! Там такой ветриуган поднялся! Сейчас дождь, все, я замок никуда! Я не лечу! У меня крыло помято! Ли, алло, диспетчер! Это борт номер 15 говорит! Я заказ возьму, можно? А ничего, что ты русскую девочку поднесешь! Там удивятся как-то! Верь, что такая претензионная, а? Возьму, принесу русскую девочку, что я не носил никогда, а? Пишу! 15-й на Тверской! Приятного пути вам и вашей пассажирке! Эй, Арт, диспетчер, спасибо! С меня шоколадка! И все, пацаны, пока, счастливо! Сигарет купи! У него крыльям лет 20 уже! У меня, главное, три недели в Москве! Дороги не знает, сейчас не тем принесет, и шо? Валить отсюда надо, Геннадий, валить! Я тебя умоляю, куда? По три заказа в день, ну что тут заработаешь? Да ну его! В Китай бы, а! В Китай, хорошо бы, а! Точно! В Китай это дело! Зубовский бульвар, дом 17! Ждут тройню! Кто возьмет? Я не возьму, у меня грыжа! Я же говорю, у меня крыло помято! Что, глухая ты, что ли? Ходи давай! Ну давай, мой хороший маленький, открывай ротик! Открывай, сейчас буду кормить тебя, открывай! А вот, ну смотри, смотри, смотри! Смотри, футбольный мяч такой! Вяу! Взлетел! И такой бэкхем! Бяу! И так, и летит прямо в ворота, в ворота! А у нас в ворота ротик летит, 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 летит! Вот, хорошо! Хорошо! Прямо зубками чуть-чуть схватил! А вот смотри, что это? Что это такое, знаешь? Это танкер с нефтью! У-у-у! Плевет, 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 плевет! О, Брумович! Нефть везет! У-у-у! Сейчас продаст нефть, и какого дня футболиста купит! У-у-у! И прямо в ротик, он, приплыл танкер! А вот смотри, что это? А? Что это? Это трубопровод с газом! Идет, 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 идет! Вокруг Байкала обходит, как президент велел! Идет, идет, и прямо, прямо в ротик заходит трубопровод! Жуй, жуй, не забывай жевать! А вот смотри, что это? Ангел! Ангел летит прямо с Украины! Видишь, какой сальцом у него такие крылышки! Ангел летит, летит, летит! Раз, одно крылышко! Запихали в ротик! Раз, другое крылышко! Вот так! Что? У меня же 30 лет, но хватит меня кормить, а? Ну, а что с тобой еще делать, если ты водку жрешь, а закусывать не закусываешь? Закусивай! Неченько! Ну, и что это вот сейчас за костюмы у нас, а? Ну, что я закусываю, что? Что ты капризничаешь опять? Это пеленки! Они вызывают у зрителя невольное к нам умиление! Да ну фигня какая-то! Трое взрослых мужиков в пеленках каких-то укутанных! Вообще, я в туалет хочу! В чем проблема-то? Хочешь, сходи, у тебя там памперсы! Видишь, как хорошо! Может, хватит уже, а? Может, уже давайте работать? Нам деньги за что платят? Давай, начинай! Друзья! Мы здесь для того, чтобы всем вам сказать! Друзья, размножайтесь! А то мы скоро все вымрем нахрен! Мила, у меня для тебя хорошая новость! Я опять беременна! Ну, такое ощущение, что меня не слышишь! Валя, я слышу! Ну, ты видишь, я проверяю дневники! Сейчас закончу и поговорим, а? Ну, ты у меня прям такое ощущение, знаешь, как будто ты не рад! Валя, да я очень даже рад! Ну, ты видишь, я делом занимаюсь! Кстати, слушай, а? Какое это у нас по счету-то будет? Вообще, вот, понимаешь, вот как тебе надо, ты все всегда помнишь! А как только для семьи, ничего не помним мы никогда! Сто двадцать девятый, так, между прочим! Ура! Слушай, хватит, а? Ладно, давай подумаем, как мы его назовем! Знаешь, как давай? Вова! У нас уже есть Вова! Давай Сережа! Так тоже есть! Ты знаешь, какой-нибудь красивый, необычный такой греческий имя! Еврипит! Это не имя, это ужас какой-то! Но дело в том, что у нас Еврипит уже тоже есть! Дима! У тебя логика есть вообще, вот какая-то хотя бы? Если у нас есть Еврипит, то Дима-то у нас точно есть! Дима второй! Есть! Дима двадцать второй! Есть! Слушай, давай по-простому поступим! Назовем его... Сто двадцать девятый! М? М? Ты в своем вообще уме? Как можно ребенку так жизнь испортить? Назвать мальчика именем цифры? Сто двадцать девятый Юрьевич! Ну и что? Шестьдесят девятая Юрьевна у нас есть? Ну, это совсем другое дело! Это девочка, это сексуально! Да? Да? Помнишь, как? Все же так! Ладно! Слушай, ну, ладно, имя мы придумаем! Где кроватку будем ставить? Надо писать президенту! Понимаешь? Вот они издают указы вот эти, вот пусть они их и выполняют! Понимаешь? Надо писать президенту! У тебя вообще совесть есть даже говорить, даже думать так! Нам, между прочим, после сто двадцать восьмого ребенка, после последненького-то нашего, двушечку-то все-таки дали! Варя, что они там орут, а? Артемпалин! Артемпалин! Спусти меня! Мне к этому надо! Не пускай! Пась, скажи! Тише там, тише! Слушай, пора уже, что ли? Время-то? Да, конечно, пора! Вот, что сидим-то? Конечно, пора! Внимание, внимание! Все дети, проживающие на территории нашей квартиры, у кого ушиблены коленки, через десять минут должны построиться у ванной. Мама будет жалеть, дуть и целовать Ваву! Повторяю, дуть и целовать Ваву! Милые дамы, на этом наше занятие окончено. Вот такой нелегкий, я бы даже сказал, тернистый путь предстоит пройти каждому из нас, чтобы из простого сперматозоида превратиться в менеджера старшего звена. Ну, а теперь давайте повторим основные, я бы даже сказал, основополагающие команды, которые должна знать каждая уважающая себя секретарь-референт. Итак, кто хочет? Пожалуйста, Анжела. Сидеть! Блестяще! Сидеть! И сразу выполняем сидеть! Спинки прямые, ножки вместе, все вот это вперед, диафрагмы вперед, хорошо. Вторая команда, пожалуйста, кто? Снежана. Лежать. Лежать и выполняем лежать. Лежать. Лежать именно на рабочем столе. Да. Свободная поза. Немножечко так все это очень хорошо. Очень, очень все хорошо. Ну и, наконец, можно садиться. Ну и, наконец, третья команда, которую мы сегодня разучили. Звучит она так. Факс! Девочки, вы меня неправильно поняли. Я сказал не фас, а факс! Факс! А-а-а-а! Давай я. Нет, не надо. Пожалуйста. Ну не надо, нет, я не хочу. Ну ты что, боишься? Да, да, боюсь даже. Ну что, Ся? Да, у меня же все есть, чтобы нам было хорошо. А у тебя есть, крошка, енот? Ну пожалуйста, давай. Нет, ну пожалуйста, я не могу, ну прости, нет. Нет, ну я не могу. Ну я же хочу. Ну не надо, ну давай не сегодня, не надо. Ну сегодня, а когда? Ну не знаю, ну я не готова пока, не знаю. Ну может завтра. Крошка, енот, презервативы завтрашнего дня. Крошка, енот, презервативы завтрашнего дня. О, а поехали с нами на дачу? Поехали. Так, Каролина Серафимовна, давайте все уточним еще раз, чтобы не было никаких вопросов. Вы хотите быть похожи на Анжелину Джоли. Угу. То есть губы, как у Анжелины Джоли. Да. Грудь, как у Анжелины Джоли. Да, да. И бедра, как у Анжелины Джоли. Да. Отлично. Это все. Знаете, вот еще один нюанс такой, я хотела... Сюда иди. Можно вот из этого сделать мужа, как у Анжелины Джоли. Россия. 2035 год. После успешной программы по решению демографической проблемы, среднее количество детей в семье приблизилось к восьми. Люди, не желающие продолжать свой род, были вынуждены уйти в тайгу, собираться в общины и называть себя Старолюбы? Кто таковский? Откуда, солдатик? Пароль, говори. Дети цветы жизни. Отзыв. На могиле своих родителей. Хе-хе-хе. Это... Солдатик, пароль-то уже три дня как сменился. Иди отсюда. Иди отсюда, мил человек. Уходи. У меня к Старолюбам надо. Очень. А тут нет никаких Старолюбов. В округе ни одного не осталось. А мы геологи. Копаем черепушки, картошку, каринья всякие. Уходи. К своим иди в город, уходи. Да не свои они мне. Они меня размножаться заставляют. А ты размножаться не любишь, да? Нет, я люблю. Размножаться люблю. Я детей не люблю. Сдается мне, мил человек, что ты из демографической полиции. Нет, нет, нет. Ну что ж. Ну пойдем, пойдем. Проверим тебя. Проверим, проверим. Никуда ты не денешься. Идем, идем. Не стопыкайся. Да иди прямо. По асфальту у себя там привык. О, глянь, смотри. Чистокол называется. От лихих людей забор. У вас в городе таких не бывает. О. Слышал? Иди сюда. О, глянь. О, видишь? Зданица. Угу. Нужник называется. А вот, глянь, видишь, вот красивое, красивое здание. Самое красивое. Угу. Нарядное такое, видишь? Дом свиданий. Мы там, значится, это, и род свой и не продолжаем. Да. Пойдем, пойдем. Не стопыкайся. Ходи ровно с носка на пяточку. Так у нас принято. Вот. Это трапезные у нас. Трапезничаем мы здесь, значит. А почему Ленин-то? А сколько у Ленина детей-то было? То, то. Проходи, проходи. Это у нас что-то типа штаба. Мои, братья и сестры. Только с виду строгие-то. Нормально. Вот, Дмитриевич, на досуге листовочки пишу. А ты говоришь, из города новенький. Нас кровь все видит. Новенький. Я с вами хочу. Бить многодетную сволочь. Ловок принек, бить больше. Детей не любишь? Ненавижу. Верю тебе глубоко. Тут вот, давеча в соседнем городишке, конкурс был. В каждом рисунке солнца. Ну, мы им устроили солнце. Ночью пробрались, все, все посрывали, к черту. Вот, трофей. На-ка вот, на, бери. Бери, смелей. Вон, видишь, печка. Возьми-ка эту мазню. Да и сожги. Давай, давай, смели. Так, ажи, это, товарищи дорогие. Да что ж вы делаете? Это ж дети рисовали. А вы это в печь? В печь, вот туда. Зверье! Идож Дмитриевич, шпиона привел. Я ему! Лиши его! Золнечный круг, небокруг. Это рисунок почистит. Облава, облава. Демографы идут. Демографы! Оплава, демографы идут. Дяденька, дяденька, расскажи нам сказку. Ну что, проколовкали про репку. Тетенька, тетенька, будьте моей мамой. Демографы идут. Извините меня, товарищ майор. Завалил, не сдержался. Но они меня заставляли детские рисунки сжечь. Да ничего, капитан. Я понимаю, ты живой человек. Да, но они могли меня на своих вывести. Знаете, сколько их еще по лесам прячется? Ничего. Всех переловим. Кстати, капитан, поздравляю. У тебя пополнение. Сын родился девятый. Пацан. Пацан. У меня родился пацан. Старший лейтенант Жезлов теплым воскресным вечером засыпал в своей постели. Через несколько секунд, вздрогнув от собственного храпа, Жезлов решил разбудить жену. Лёсенька моя. Ты ж моя курочка. Ты ж моя козочка. Ты ж моя коровушка. Лёсенька. 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 Доброе утрицо. А это... Не сделать ли нам с тобою еще одного ребеночка? А? А? Ай, куда? У нас и так уже трое. Лёсенька. Лёсь, а представляешь, как мне проще будет трудиться, если я буду говорить вот этим нарушителям, что у меня не трое детей, а уже четверо. А? А можно хотя бы в постели с женой не говорить и не думать о своей работе? Я не о работе думаю, а как раз о том, чтобы ребеночка. Вот, Лёс, давай. На этих словах Жезлов погрузился в сладкий сон и очутился на проезжей части, удивленно разглядывая документы водителя «Опеля». Сколько? А? А? Чего сколько? Ну, детей у тебя сколько? Уже практически четыре. Не моргнув глазом, первый раз в жизни соврал Жезлов. Водитель «Опеля» отчитал четыре сотенных и обменял их на документы. Удовлетворенный Жезлов в кальсонах и куражке вернулся с проезжей части к Сергею. Люся, почувствовав себя виноватой, решила приласкать мужа. Осторожно, чтобы не разбудить детей, она погладила его рукой. Кто? Кто? Чего, чего? Я тебе, знаешь, что хочу сказать? Я тебе хочу сказать, что я согласна. Люся, с чем согласна? С политикой партии же. Нет, я согласна. Четвёртого. Чего? С ребенка четвёртого. Давай, Люся. Поехали. Да бы так хорошо. Произнес лейтенант Жезлов и захрапел. На другом конце города захрапел старшина Шуруп. А пока они спали, группа тимуровцев нарисовала на их служебной машине звезду и натаскала воды в бензобак. Но это уже совсем другая история. Мужчина, мужчина, скажите, вы сдавать? Вы сдавать или нет? Нет, извините. Мужчина, мужчина, вы сдаете? Я возьму подороже. Нет, девушки, извините, я не сдавать. Мужчина, вы сдаете? Нет, нет. Девушки, будьте добры, дайте пройти. Нет, девушки, нет. Я не знаю, я здесь работаю. Я здесь работаю. Казнира. Мужчина. 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 Пропусти меня. Да, невозуще день. Пропусти. Здрасте. Я хотела бы записать своего будущего ребенка в детский садик. Что? Тебе сколько лет, девочка? Пять. Здрасте, приехали. Очнулась. Ты бы еще в десять пришла. К нам знаешь, во сколько лет приходят люди записываться? В три. И то не все попадают. Так что, здрасте, как говорится, и до свидания. А может мы с вами как-нибудь договоримся? Ну, что? Вообще, в своем бы мне. Что? Что ты мне? А что в тебе есть? Жвачка. 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 И все? Шоколадка. Какая? Двести грамм. Покажи. Клаве. Ну что, приходи тогда к нам, наверное, в понедельник. Я посмотрю, что мы сможем для тебя сделать. Угу. Спасибо. До свидания. Так, Николаич, пиши. В тайнике, закамуфлированном под сейф, обнаружено. Вживательная резинка импортного производства... Наша. Импортного производства мыловар. О, ты посмотри, какая, а. Лебедь. Белого шоколада с надгрызанной головой. Скотина, подипробовал. Не фальшивый ли шоколад? Я же тебе давно говорил, что я тебя поймаю. Как же я вас ненавижу? И тут я как? Подожди, подожди. Забыл. Я что хотел-то рассказать, но он не дал. В этих местах Пушкин еще, Александр Сергеевич сам охотился. Это что? Ну, не на зверей, конечно, а там за девками. А на лошади скакал. Знаешь как, вот что ты вот на стуле. Что, так же медленно или громко, а? Так же уверенно скакал, понимаешь. Вот. И это, как я уже говорил, по бабам был не дурак. Не дурак. Стрелял он, правда, плохо. Стрелял плохо. Да если бы они с Дантесом на дуэли не на пистолетах стрелялись бы, а на лошадях Пушкин бы победил. И стихи бы свои гениальные писал. А он же стихи писал. Стихи хорошие писал, говорят. Пушкин? Да. А ну, а ну. Целый день, целый день, вот такая дребедень. Ах, смешно. Да. Талантливо. И по бабам был не дурак. Это я вам отвечаю ответственно. Не дурак. Ну, не полный дурак, в общем, он был. А я стихи не люблю. Значит, на балу, на балу, ежели ему подсовывали какую-нибудь страхолюдину, он сразу в крик, в слезы, топотать давать. Что вы, мол, мне жабу какую-то подсунули, уже третий балл подряд одна жаба. Но его все, значит, там, держать, давай успокаивать. Что вы, мол, Александр Сергеевич, разбушлатились. Он же тут не жениться на ней, а только так чуть-чуть потанцевать. Ну, он гомонится, успокоится, говорит. Эй, жаба, иди, с самим Пушкиным будешь танцевать. А вы знаете, что первый мужчина, который родит, получит миллион долларов. А родит второго, получит 250 тысяч. Очень остроумно. Подумаешь, ошибся. Про миллион я вам точно говорю. Есть даже фонд такой специальный. И миллион заплатит, кто первый родит, тому мужику. И это, значит, по 333 тысячи на человека получается. Это ты на нас троих же разделил? Ну да. Нет, только первому, который родит лимон. Ой, 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 ой. Рожаю, рожаю. Стой, скоро. Ну, перестань поясничать, а. Всем же понятно, что у тебя там муляж, какая-нибудь подушка. Ну и что этот муляж вот тогда, сейчас здесь символизирует? Ну, что беременной ходить круто, что детей рожать это клёво, это так, ну, в общем, модно. Ну, понимаешь, этот муляж это типа социальная реклама. И такой слоган. Дети это модно, дети это круто, 6 детей лучше, чем Мазда 6, йоу! Халтура. Ну, не знаю, я, по крайней мере, хоть что-то пытался сделать. А я вот что вам скажу. Как только закончится наша передача, хватайте друг друга за руки и бегом в постель. Поверьте мне, это гораздо приятней, чем смотреть на трёх стареющих, лысеющих, беременных, усталых мужиков. Ну, что интересного пишут в салфетке? Вот. Математик из города Перми отказался получать миллион долларов за своё открытие. Ну, что ты врёшь? Вот дубина! Попался. Так, теперь давай серьёзно. Ты уже достиг такого возраста, когда я могу рассказать тебе, откуда берутся дети. Пап, ты чё? Мне уже 30 лет. У меня уже у самого 15 детей. Вот именно поэтому тебе и надо знать, откуда у тебя берутся дети. По минутам осыпается ожидание невозможного. Пост великий не кончается, а так хочется мне пирожного. Каши с маслом нам запрещены, нас замучили вечной трезвостью. Овощами так долго питались мы, а колбасы пропали без вести. Овощами так долго питались мы, а колбасы пропали без вести.